МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАССЫ ВИТАЕМ ВАССЫ ЕФЮРЫ БЕЛАРУСЬ СТРЫЛ БЛЮЖЕЙШЕЙ АКВЕЛИНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУРНЫХ НОВИН ВЯДОМЫХ ИМЕННОВ И ПАМЯТНЫХ ДАТ На календары 23-го саковека И мы починаем программу за отметных падею культурным житцей нашей краины Беларуский державный академичный музычный театр Сёння знову представляя публице романтичную мелодраму «Софья Гальшанская» Постановку, яку зовут першим национальным беларуским мюзиклом Гэта неверогодная история кахання 16-годовой князёвной Софьи Гальшанской И 70-годового польского короля и великого князя литовского Ягайлы Якая разгордывается на фоне чаровных купальских карагодов Дарыча на третьем республиканским конкурсе театрального мастацтва Национальная театральная премия «Софья Гальшанская» Перамагла у номинации «Лепший спектакль музычного театра» Далее завитаем у Могилёв, где гэтым и днями ладзится 12-й Международный молодёжный театральный форум «Март Контакт» На протягу фестивального тыдня на четырёх сценичных пляцовках города Презентуюць 22 спектакля с 10-ти краин свету Сёння у программе фестивалю глядачоу затекавець постановка «Дарагая» Алена Сергеевна, театра юных глядачоу Санкт-Петербурга Гэта спектакль про житёвая каштоунасти и про конфликт покаленню У яким разглядаются пытания сумлення, морали и отказности за свои учинки Просто сюжет, який экранае душу, прымушая глядача задумываться Что важнее школьный экзамен або экзамен перед житцем И як далёка можа засти чалавек, дзеля досягненья сваёй мэты Артыста австрийского театра «Каприл» привезли на фестываль спектакль «Монте-Видеа» Гэта вельмелёвкая постановка с блескучим гумором и исхаванной сатырой А так само с гениальными декорациями, які складаюцца толькі з четырёх пляжных крэслоу Ды воротовального круга Паводля сюжета пожилая пара, актрысы и дипломат Знаходзецца на борце корабля, який повинен доставить их до нового места службы Почас паездки герои вспоминают своё ранейшее житцё и попередние односины Ці змогусь яны выратаваць своё каханне, якое безумуны ящэня згасла Дай відацца можна уже гэтым вечарам на малой сцене Могилёвского драмтеатра Звычайный урач лечит чалавека, а ветрынару – всё чалавецтва Хтості приписывая гэтаюмістая выказывання навуковцу Паулову, а хтості, не меньш вядомаму, Яусеянку Але самое головное, што ў сутнасті гэтай фразы, ніхто не сумняваецца У черговым выпуску «Навукамані» программы, присвячанной распроцовкам і досягненням беларуских учёных Гаворка пудзе пра новое досягнення у галіні беларускай ветрынары Што цікавіць і хвалюясь сёній ветрынару, які адкрыцці робець навуковцы у гэтай галіні навуки Атказ на гэтай пытаўні можна знайсці завтра у программе «Навукамані» у 12.1.15. За последние 5 лет разработаны такие препараты, которые нашли применение в ветеринарной практиці не только в Республіці Беларусь, но і широко за рубежом А зараз познаёмимся с культурными падеями замежжа У Национальному музею антропології у Мехико проходить выстава «Национальный герб», «Флора», «Фауна» і «Біологічна разнастаўність» Просвячена развитю мексиканской культуры Яна розповідає про житё і коренних народів, і колонізаторів Экспозиція уключає 230 археологічных реліквій які належать до колониальному періоду і тым часам, коли Мексику доследували і завоёвывали европейцы Значна частка присвячена національному гербу Мексіканский герб – гэта національна емблема У яе ўключена великая колькасть элементів які адлюстровуюць біоразнастаўність, флору і фауну країны Герб так сама адлюстровуває традицій коренних жахаров мезоамеракі і мексіканской культуры На гербі намаліваны арол, які сядзіць на кактусі і трымаю ў дзюбе змяю У низі галінка дуба і лаура Гэта выдатная выстава Яна дапамагае нам доведацца прагаловныя національныя символы які робець нас самобытными і дазваляюць гэнарыцца тым, што мы мексіканцы Адзін з самых каштовных экспонатов Коралёвскі трон керавніка ацтэкаў Мантэсумы На выставі так сама прадставлены ганчарныя вырабы і манеты розных гадоў Карціны і скульптуры, які адлюстровуваюць працэс развіцця мексіканской культуры Пратягваем наш культурный промінат Лірычную камеду і старэйшы сын Паводля п'ясы Аляхсандра Вампілова Сёння прапануе Брэскі акадэмічны театр драмы Гэта шпіктакль пра недарэчнага і смешнага чалавека якого перапаўняюць каханіні, пяшчоты і скучуванні да ўсіх людзей Гісторы пачынаецца спадману Калі двое маладых людзей, спазнівшыся на опошню електрычку У пошуках цяплайна шлегу трапляюць ўдом дзікаватага музыканта Як гэта мяняй жыцця ўсіх героеў і да яких нечаканок наступства ў приводзіць давідацца можна ўжо гэтым вечарам ў Брэскім акадэмічным театры драмы Расказбэм пра программы, які рэктуцца да паказуна на телеканалі Беларусь-3 Паказ чарговага цыклу фільмаў аутарскага документальнага праэкта Олега Лукашэвіча эпоха Прысвічаны Івану Хруцкаму самаму знакамітаму і адначасова самаму невядомаму беларускаму мастаку Здымачная група працавала над фільмам цягам некалькіх гаду і зрабіла ўнікальны праэкт, які можна паглядзець заутра ў 12.40 на Беларусь-3 Безумовна, як мастак-професіанал і он дасягнуў тых вершынь мастаццы які далі махчымасць цяму быць знакамітым пазамежамі своё радзі Драматычный театр Мякорка га сёння запрашаў глядачоў на філософскі спектакль «Вешніст на дваіх» по рамані пісьменніцы Джозефіны Лоурэнс гады такія долгія пастануўка народных артыста Барыса Луценкі гэта разважанні праўзаимаадносіны старэйшага пакалэння са сваімі децьмі Адалінаць близкіх людзей адсутнаць жадання зразумець адзін адзін аднагог становяцца прышыны драматычных падзеў жыці героў Спектакль з'являецца свой асаблівай перастарога для дзяцей и бацькоў і да памагае лепшы зразумець сваіх близкіх Про спектакль Купаловскага театра «Людзі на балоте» по аднаэменным творэ класіка беларускай літературы Ивана Мележа заутра раскажа праграма театру дэталях я ей дадуча Мнаталя Бибікава У 1966 годзе Барэс Эрэн, Зінейда Браварска і Галіна Уладамірска ўжо паставіли спектакль патралогіў беларускага класіка на Купаловскай сцені якісь паспіхам ішоў до сарэдзіны 80-х гадоў Васіляў ім іграў Геннадзі Гарбук а ролю Міканора выконваў акцёра Александр Гарцюў Зарэжа Александр Гарцюў выступаю ў якасті рыжысёра Учым яго асабліваць прачытання твора глядзіці завтра ў 19.55 на телеканалі Беларусь-3 Зямлю на нова перерезвать хто не каторая населіца як паным шуевшая паха Часу згадать цікавай падзеў сёняшніга дня 23-го сакавіка 1998-го года на 70-й церемоніў ручэння прэмій Оскар фільм-катастрофа про крушэння легендарна галайнера «Титанік» завояваў 11 праўт фільм Джеймса Кэмерона вылучылі на атраманні гэты узнагароды ў 14 номінаціях аднак галунай герой карціны Леонардо Ди Капра і Кэйт Уінслет так і не былі прызнаны лепшымі акцёрамі зато і кінастушка атрамала гоноровай званні лепшага фільма 1997-го года і узнагароды за монтаж, візуальны эффекты, пісню і музыку карціны сёння лічыцца адным з лепшых фільмаў ў жанры меладрама для сучасных кінааматраў таксамы дастаткова падстаў для задавальнення наш кінахід зафіксіруя пугляд на наўбош цікавых ізмястовных фільмах, які пазначны на афішах кінотеатраў «Разумная, моцная, бездушная» слоган новага хорора Даниэля Эспіносы. З першых кадров бачна, што при стварэнні живога режісёр натхняўся картіной «Чужі» Рыдли Скотта. У центра уваги група доследчиків з Межнародного космічного карабля, якая знайшла «Жыцьё на Марсе». Але Рыбека Фергюсон, Джейк Джилленхол і Райан Рейнолдс не падазрывалі, што будзе пасля їх адкрыця. Здынкі пачаліся ў ліпіні 2016 года. Прадюсары «Стушки» кажыць, што стараліся зробіць живога максимальна реалістычным, таму діяні фільма развіваецца на реальнай МКС. На вялікі екраны выходзіць фільм, які адабраў шанец на Оскар ў Райана Гослінга «Манчестер Лямора» з Кейсі Афлікам ў головной ролі. Павыніках з шасті номінацій на Оскар «Стушка Кенета» Лонергана отрымала дзвя бремія ў тымліку за сценарій. Лянівы і безатказны сантехнік Лі пасля раптовный смерті брата прызначаны апікуном свайго племінніка падлєтка. Вертання уродных горад дае новы ход трагедыі, схаваны ў ёго минулым. Міланхолія побыту, як называюць ёкі накрытыкі, «Стушка» здымалася на пауночным ў збярэжжі штата Масачусецць, ў Манчестері, Бэверлі, Сайлімі і Глостары. Цікавы, што ў 2014 годзі сценарій да фільма был ў спісі лепшых нереалізаваных праэктаў года. Далі ў калідаскопі галіры славу тых ім'яніннікаў, «Забыты маэстро» так кажыць пра Ісаака Любана, беларускага компазітора, як і зевіюся на світ 111 гадоў таму. Мастацкі керавнік беларускага радыў, ансамбля пісні і танцы беларускай филармоніў, керавнік саюза компазітораў БССР, «Гэта ўсё Любан». Ён аутар пісні, якая стала народным застольным гіннам «Бывайте здароўы, живіте багата». Хіт выконвалі і пісняры, і Леоніду Цёсаў і Ларыс Александроўская. У паслявоєнныя гады компазітор шмат працаваў над музыкаў да кінафільмаў, ў тым ліку да стушки гадзінник спыніўся а пауначы. Сёня прамай віншаванні, с 79-м днём нараджэнні актёрку Паласкага театра засужна артыст Рэспубликі Беларусь Пама Варанецкі. За сваю творчай жыццё ён сыграў боль за 200 ролёў. Намаляваў для музея театра і музыкі каля 60 сяброўскіх шаржоў. Тры живапісныя карціны, присвечэнная Янку Купалу, і стварыл дзве книги шаржоў на калехы сяброў. Багатая ў актёры і фільмографія. Ён здымаўся ў фільмах «Плач перапёлкі», «Адна Любы», «Каменская 1», «Дзержавная граница». Таксама долгі час Варанецкі дзялўся вопытам сталіновітай молодзю, выкладаў майстарства актёры ў Беларуськай акадэміі мастацтваў. Сюня добры нагода ўзгадаць аднаго з самых уплывовых кінорэжісёру сусвэтнэга кіноа Кіра Курасава, які зявіўся на свэт 107 гадоў тому. Першы свой самаспоўны фільм «Легэнда про дзюдо» Курасава зняў, калі яму было 33 гады. За фільм «Расёман» отрымав галовны приз з вініціянскага кінофістываліў прэміў «Оскар». Пасля баўся ребраны леў за фільм «Сем самураў». Зведавшы су свэтную славу, Курасава занялся экранизациў метвораў русскіх і заходніх класікав. Іды ёт Достоевскага, Труну Крэві, паводлі шекспіраўскага Макбета, «На дне горкага». Усяго за 57 гадоў сваго творчага жыцця Курасава стварыл 30 кіностужак. На праканце праграмы знову звернімся до театрального жыцця. У Распубліканскім театрі беларускай драматургія сёння прэмьера. Там паказываць спектакль «Синдром Медеи» вечну істору пракаханні і помску калхідськай царэвны Медеи. Пісу Юлі Чарняўска ў театрі паставіла рэжыццер Катярына Аверкова. Пра адмітнасті прэмьерного спектакля мы спыталі ў саму пастановшчыцы. Екатерина, здравствуйте. Героиней. А была ли история чем-то созвучной вам? Мне кажется, у многих людей есть проблема разрыва отношений. И то, как мы переживаем эту трагедию, и чем это для нас является, мне кажется, вот эта тема как раз знакома любому человеку. А были ли моменты в пьесе, которые вызвали у вас отторжение, и будь вы драматургом переписали бы их? Вот прямо отторжение? Наверное, нет. Были вопросы, были пожелания. Были какие-то неясности, где-то пьесу пришлось сократить. А такого, чтобы отторжение, нет, такого не было. Очень важен, на мой взгляд, выбор актрисы на подобную роль. А почему он пал именно на Людмилу Сидоркевич? На самом деле, пьеса писалась для Люси. Юля написала пьесу, зная о том, что Люся будет играть главную роль. То есть ей очень хотелось. Поэтому, когда Юля позвонила мне и предложила постановку, это уже было озвучено. Особую роль в спектакле играет пластическое решение. А как появилась идея именно с помощью пластики отойти от штампов? Во-первых, там есть две таких задачи, которые мною решались при помощи пластики. И мною, и Женей Корняга. Первое — интернет-сообщество, которое значительное место в спектакле занимает. Для меня была идея решить это пластически. Почему? Потому что мне просто надоело, как это решают в театре. Мне надоело видеть клацание по клавиатурам, эти экраны, эти значки фейсбука, загорающиеся. То есть театр имеет такие большие возможности метафорического языка. Для меня это была такая непростая задача. Мне вот хотелось сказать, хорошо, а как вот сделать так, не используя никаких опознавательных символов? Я пыталась ловить суть вот этого интернет-чата, вот общения, перепостов и так далее. Объяснив все это Жене, для него это тоже оказалось интересной задачей, мы вот это сделали. Был еще второй пласт. У меня было очень важно, что происходит с главной героиней. Не на фоне событий словесных, не на фоне текстов, не на фоне фраз, которые говорят. Мне было интересно понять, что происходит с ее организмом, как она ощущает себя морально, физически, духовно. И вот здесь подыскать пластические метафоры. В то же время мне очень не хотелось, чтобы все это превращалось в танец. Хотя танец есть в спектакле. Первый показ спектакля уже состоялся. Как реагировали зрители? Доволен ли зритель, понравилось ли ему? Для меня важно другое. И вот это, мне кажется, то, чего мы достигли, и вот этому я рада. Это то, что зритель уходит думающим. Что у очень многих людей возникает желание поговорить. Даже не о самом спектакле, не о увиденном, а о проблемах в своей жизни или вообще. Вот это, мне кажется, самое важное. Потому что это будет... Человеке не только эмоции, не только хорошо-плохо. Понравилось, пошел, заснул, забыл. А то, что людей начинает тревожить эту тему, идет какое-то переосмысление. Если мы говорим о таком публичном искусстве, наверное, и о театре, то это, наверное, одна из его функций. Будить умы. Спасибо вам большое и до новых встреч на спектакле. Ипокулька, это все, что мы поспели вам рассказать. Познавайте больше разом с нами, подпремливайте культуру и заставайтесь на Беларусь-Стры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин